Эми Харман. Из песка и пепла. Настоящему ребе Натану Кассута. У меня нет слов, только восхищение. Пролог. 24 марта 1944 года. Должно быть, Анжела задремал в сырой траве у обочины, но вечер выдался зябким. Тонкая сутана служила плохой защитой от холода, и вскоре он проснулся, дрожа. Любое движение вызывало стон. Но, по крайней мере, острая боль в правом боку окончательно привела его в чувство. Вокруг было темно, а во рту так сухо, что он не удержался и слезнул рассул, смельтешивший перед лицом травинки. Нужно было двигаться, чтобы согреться. Чтобы найти воду. Чтобы найти Еву. Анжела с трудом поднялся на ноги и сделал шаг, затем другой, убеждая себя, что идти всё же лучше, чем лежать. Каждый вздох опалял грудь огнём, похоже, несколько рёбер были сломаны. Темнота и больная нога делали ходьбу тем ещё испытанием, но постепенно он нашёл позу, причинявшую меньше всего боли, и, войдя в своеобразный ритм, захромал по ордейской дороге к Риму. По крайней мере, он надеялся, что хромает к Риму. Помоги ему, Господь, если он случайно свернул не в ту сторону. Правый глаз пока служил ему, хоть и не очень исправно. Левый же заплыл вовсе, нос был сломан. Что ж, невелика потеря. Эта часть тела никогда его особо не красила. На правой руке недоставало трёх пальцев, а мизинец левый был вывернут под неестественным углом. В какой-то момент Анжела споткнулся, полетел на землю и, выставав перед собой руки, приземлился как раз на злополучный палец. Обрушившаяся на него боль была такой, что перед глазами вспыхнули звёзды, а горло сжали рвотные позывы. Стараясь не потерять сознание, Анжела осторожно поднялся на колени и не столько вознёс, сколько простонал молитву к Деве Марии, умоляя даровать ему ещё немного сил. Видимо, она его услышала, потому что он продолжил путь. До базилики святой Цицилии в Трасте Вера было не так уж далеко, километров девять-десять. Но в его состоянии эта дорога грозила растянуться на часы, а он даже не знал, сколько сейчас времени. Впрочем, темнота была его союзником. Раз уж ему полагалось лежать мёртвым, будет безопаснее, если таким он, по всёобщему мнению, и останется. Анжела мог лишь догадываться, как выглядит со стороны. Волосы перепачканы в крови и грязи. Сутану покрывают подсохшие багровые пятна, и всё это окружает зловоние пота и смерти. Он не менял одежду уже три дня. Сейчас его было бы легче принять за посланника ада, чем за члена Божьего воинства. Анжела знал, что по пути ему должна встретиться ещё одна церковь. Ни одна дорога времени обходилась без пятка церквей. Он порылся в память и стараясь выудить из неё имя настоятеля, но не преуспел. Поблизости был ещё монастырь и школа. И там, и там он спрятал по несколько беженцев, детей, евреев. Но сейчас дорога была тиха. Ему не встречалось ни души с тех пор, как мимо прогромыхали грузовики с немецкими солдатами, ещё не успевшим остыть оружием и пустыми ящиками из-под коньяка. Они ехали со старой каменоломни из катакомб, населённых теперь новой смертью. Древние призраки не могли больше претендовать на Ордиатинская пещера. Дорога до церкви заняла мучительную вечность, но при виде фонтана Анжела всё же ускорил шаг. А затем почти повалился в него лицом, охнул от боли и тут же подавился водой, случайно втянув её носом и не ртом. На вкус она была омерзительная. И позже непременно обещала аукнуться ему расстройством желудка. Но прямо сейчас это было лучшее, что Анжела пробовал за всю свою жизнь. Напившись вдоволь, он принялся приводить себя в порядок. Едва сдерживая слёзы, когда разбитые подушечки пальцев касались ледяной поверхности. Он, как мог, счистил кровь и грязь с волос, затем с кожи. Если рассвет застанет его в пути, он, по крайней мере, хотел выглядеть настолько прилично, насколько это было возможно. Анжела в испуге вздрогнул, когда на него упала человеческая тень. Но тут же понял, что его случайный сосед высечен из камня. В невидящем взгляде застыло сочувствие, но простёртые к Анжело руки были бессильны помочь кому бы то ни было. Анжело не знал ни имени святого, ни смысла статуи. Название церкви тоже ускользало от него, но что-то в этой фигуре, торжественное выражение лица или печальная смиренность позы, пробудили в нём воспоминания о скульптуре святого Георгия, резца Донателло и о том дне, когда Анжело впервые услышал его зов. Ему было тринадцать, когда святой Георгий заговорил с ним. Не в буквальном смысле, конечно. Анжело не был ни глупцом, ни пророком, и всё же произошедшее было для него реально. Весь тот день он пропрыгал на костылях. Нога слишком ныла, чтобы пристёгивать протез. Школьная экскурсия лишила его последних сил, а с мальчишками ему всё равно было не слишком интересно, так что Анжело даже не пытался за ними угнаться. Отец Себастьяна отвёл их во дворец Барджелло и не успел Анжело сделать двух шагов от порога, как увидел статую. Она стояла на возвышении, углублённая в нишу, так что её нельзя было коснуться. Хотя Анжело хотел бы. Он подобрался к скульптуре так близко, как сумел, и застыл с запрокинутой головой, разглядывая святого Георгия, пока тот неотрывно смотрел в свою древнюю даль с невинностью, которая плохо сочеталась с доспехами и бесстрашием, которому противоречила тревожная складка бровей. Глаза статуи были широко распахнуты, спина выпрямлена. Какая бы опасность ни грозила святому, он собирался встретить её со всем возможным достоинством, хотя, судя по внешности, едва достиг того возраста, в котором берутся за меч. Анжело стоял и смотрел на него, как заворожённый. Минута утекала за минутой, а он не замечал ни роскошного купола, ни фресок, ни витражей. Огромный музей со всеми его чудесами поблёк перед одной-единственной скульптурой. Теперь, более чем дюжину лет спустя, Анжело поднял глаза к статуе, которой никогда не касалась рука Донателло, и, несмотря на это, вознёс к ней молитву. «Помоги мне, святой Георгий!» произнёс он громко, надеясь, что небеса его услышат. «Помоги встретить то, что грядёт». Затем Анжело развернулся и побрёл прочь от фонтана. По дороге древней, как сам Рим, на каждом шагу ощущая усталой спиной взгляд неизвестного святого. Мысли его вновь обратились к своему защитнику и тому далёкому дню, когда всё в жизни было простым и ясным, а бессмертие оказалось желанным даром, а не ужасной пыткой. После перенесённой боли никто не смог бы соблазнить его бессмертием. Теперь он с большей охотой принял бы смерть. В тот далёкий день Анжело созерцал святого Георгия не один, но понял это только когда человек рядом начал рассказывать историю, стоящую за скульптурой. Георгий был римским солдатом, даже капитаном. Он не отрёкся от своей веры в Христа, хотя ему обещали золото, власти, почести, просто за то, что он склонится перед богами империи. Видишь ли, император не хотел его убивать. Он очень ценил юного Георгия, но тот был непреклонен. Анжело наконец оторвал взгляд от статуи Донателло. Рядом с ним стоял священник, вроде Падро Себастьяна, старше отца Анжело, но моложе его деда Сантино. Глаза мужчины блестели, волосы были уложены волосок к волоску, а лицо излучало доброту и любопытство. Однако сложенные за спиной руки и вся его осанка несли торжественную печать самоотречения. «Он погиб?» — спросил Анжело. «Да, погиб», — мрачно ответил священник. Анжело догадывался и сам, но правда всё равно его ранило. Ему хотелось для юного героя победы. «Он погиб, но он поразил дракона», — добавил священник мягко. Эти слова не имели для Анжело никакого смысла, и он в смущении наморщил нос, снова переведя взгляд на скульптуру и огромный щит в руки Георгия. Когда священник оказался ему правдивым, но в правдивых историях не было места драконам. «Дракона?» — переспросил Анжело. «Как это?» «Зло, искушение, страх. Дракон — символ той битвы, которую ему пришлось выдержать с самим собой, чтобы остаться верным Господу». Анжело кивнул. В этом объяснении для него было гораздо больше смысла. Они со священником снова погрузились в молчание, разглядывая давно умершего солдата, которого воскресила к жизни рука мастера. «Как твое имя, молодой человек?» — спросил священник. «Анжело?» «Анжело Бьянко». «Знаешь, Анжело, а ведь святой Георгий умер больше пятнадцати веков назад. Однако вот они мы. Стоим здесь и о нём разговариваем. Разве это не бессмертие?» «В некотором роде». От этой мысли у Анжело перехватило горло. Он скорее сморгнул непрошенные слёзы. «Да, отец», — прошептал он. «Именно так». «Святой Георгий рискнул всем, и теперь он бессмертен». «Святой Георгий рискнул всем, и теперь он бессмертен». Анжело застонал. Воспоминание заставило его желудок сжаться. Какая ирония! Какая немыслимая, беспощадная ирония! Он тоже рискнул всем и, вероятно, потерял то единственное, ради чего отказался бы от бессмертия. Когда небо на востоке окрасилось зарёй, а бледный свет омыл башни и колокольни Вечного Города, Анжело, наконец, добрался до ворот Святой Цицилии. В ту же секунду, словно приветствуя его, начали звонить за утренние колокола. Но Анжело вряд ли их заметил. Взгляд его был прикован к железным шпилям, а мысли полны единственной надеждой, что Ева каким-то чудом ждёт его внутри. Несколько минут спустя матушка Франческа обнаружила его привалившимся к воротам, словно Анжело пришпилил к ним прислужник сатаны. Должно быть, она приняла его за мертвеца, потому что в ужасе вскрикнула, осенила себя крёстным знамением и побежала за помощью. У Анжело не осталось сил её успокаивать. Он молча наблюдал сквозь заплывшие веки, как рядом выпускается Марио Саннина, проверяет у него пульс, а затем начинает раздавать остальным указания, чтобы Анжело занесли внутрь. «Снаружи опасно», — выговорил Анжело разбитыми губами. «Марио было опасно находиться за воротами. Марио было опасно находиться внутри ворот». «Тебя могут увидеть», — попытался Анжело снова, но слова прозвучали не более чем шелестом. «Несём его наверх в комнату Евы», — скомандовал Марио. «Где Ева?» — выдавил Анжело. Губы его не слушались, но ему нужно было знать. Никто ему не ответил. Его быстро подняли по лестнице, Анжело вскрикнула от боли в ребрах и бережно уложили в кровать. Вокруг квитал запах Ева. «Ева!» — повторил он громче и как, мол, обвёл комнату единственным не до конца заплывшим глазом. Но силуэты вокруг туманились, а люди хранили пугающее молчание. «Мы не видели её уже три дня, Анжело», — наконец ответил Марио. Её забрали немцы. 24 марта 1944 года. Виа Тассо. Признание. «Меня зовут Батшева Расселли, а не Ева Бьянко, и я еврейка. Анжело Бьянко — не мой брат, а священник, который хотел только уберечь меня от того места, в котором я теперь оказалась. Когда я впервые встретила Анжело, он был ребёнком, как и я. Ребёнком, чьи глаза в столь юном возрасте знали слишком много разочарования. После прибытия в Италию он долгое время не разговаривал, только смотрел. Я думала, это из-за того, что он американец. Думала, он не понимает итальянскую речь. Сейчас, конечно, смешно вспоминать, как я пыталась говорить с ним громко и медленно, будто у него было что-то не в порядке со слухом. Как я танцевала вокруг него, наигрывала на скрипке и распевала песенки. Просто чтобы посмотреть, улыбнётся ли он. Когда же он улыбался, я обнимала его и целовала в щёки. Его уши были совершенно здоровы, он прекрасно меня понимал. Просто в те первые дни он слушал, наблюдал, учился. Камилла, мой бесконечно терпеливый отец, спросил оставить Анжела в покое, но я не могла. Просто не могла. И так в этом и не преуспела, как сейчас понимаю. Я танцевала вокруг него годами, пытаясь привлечь его внимание и желая только увидеть его улыбку. Желая быть рядом с ним. Желая любить его и быть любимой в ответ. Уже тогда во мне жила бунтарка, которая раз за разом выходила на битву со страхом, пускай я его и не осознавала. Эта бунтарка всегда была моей главной союзницей, хотя иногда я её ненавидела. Она выглядела, как я, и страдала, как я, но никогда не позволяла мне сдаваться. Даже когда страх отбирал у меня все причины бороться, бунтарка отвоёвывала их обратно. Однажды отец сказал мне, что мы приходим на Землю, чтобы учиться. Господь хочет, чтобы мы взяли от жизни всё, чему она способна научить. А потом мы собираем эти знания, и они становятся нашим подношением Богу и человечеству. Но чтобы учиться, мы должны жить. А чтобы жить, иногда приходится сражаться. Это моё подношение. Уроки, которые я усвоила, крохотные акты неповиновения, которые сохранили меня в живых, и любовь, которая питала мою надежду, когда у меня не было ничего, кроме неё. Ева Расселения поднялась. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...